Редкие и уникальные встречи в Скориме с Special Edition и простым ванильным Скориме, которые вы могли пропустить. Всем здрасте и добро пожаловать на мой канал Мистер Кэт. Начнём. Ну что, ребят, я опять офигел. Я встретил ту встречу, которую никогда не встречал. Сегодня я как раз-то и покажу. Для тех, кто ранее не видел, у меня много видео по случайным встречам. Ссылочки на их под видео. Зайдите потом. Если пропустили, оцените. И начнём мы. Впереди какая-то драка. Да. Саблезуб дерётся с кем-то. И кто это? Да ладно, это старые знакомые. Да-да-да-да-да. На просторах Скорима вам случайным образом могут попасться как раз-то соратники, которые вдвоём или вторым дерутся против Саблезуба или Медведя. Самое интересное, они мне даже попадались на Солстейме. Насколько я знаю, они попадаются в такой случайной встрече только тогда, когда вы проходите соратников или уже прошли. Хотя, может быть, я чего-то не знаю. Если что, напишите в комментарии. Ой, давай поможем. Порядок. Я не ожидал, что кто-то вроде тебя станет предвестником, но Кодлак доверял тебе, и я буду доверять. Да, я уже прошёл соратников. Ещё на просторах Скорима и Солстейма вы можете наблюдать вот такую вот встречу, где дерутся два мага. Один маг огня использует только огонь. Второй льда использует только лёд. Лучше близко к ним не подходить, потому что они тогда могут вдвоём согреться на вас. И на первый взгляд как будто ничего такого необычного. Но, друзья, эта встреча – находка для некроманта. Но вначале давай-ка мы с ними расправимся. Это у нас Криомант. Высший маг. Льда. А это у нас Пиромант. Высший маг огня. Берём камень ритуала, который недалеко от Вайтрана. Я уже взял. Да-да. Вам теперь помогают два высших мага. Один огня, второй льда. Ребятки, хочу заметить, что магия Мёртвый Трелл их не берёт. А камень ритуала – изи. Когда-то давным-давно я вам рассказывал за вот эту вот встречу, где парень ведёт разрисованную корову великаном. На твоём месте я бы держался подальше. Почему? Я иду на стоянку великанов и не могу обещать, что эти твари не примут тебя за подношение. Держись подальше и беспокоиться будет не о чем. Да, и вы знаете, что потом можно встретить великана, который ведёт эту самую корову куда-то. Но, возможно, вы не знали, что в локации Седловая скала вы видите, как эту корову медленно-медленно готовят. Коптят, что ли, так высоко? Или чтоб не подгорело? Ммм, прогоняет меня. Да, ребята, как же здорово, что история имеет продолжение. Второе, третье. Кстати, кое-какие ребята мне писали, что вроде бы они находили эту корову в каком-то лагере живой. Именно в лагере я и находил. Если вы что-то знаете, напишите в комментариях. Ещё бывает такая встреча, где мы наблюдаем, как воин Стендара дерётся с тремя скелетами. Ну, ясно дело, побеждает. Угу, та изи. Давай. Помогать нам тут не нужно. Это же скорее москвей скелеты. Должно быть, ты говоришь с дозорным Стендара. Начни поклоняться любому Даэдра, и мы тебя выследим. Но бывает. Вы можете наблюдать встречу, где воин Стендара дерётся с огненным отронахом. Это пустяк. Угу. Ой-ой-ой. Слушай, отлично защищается. А, ладно. Должно быть, сбежал. И тоже побеждает. После установки дополнения Данвард про вампиров, есть встреча, где двое дозорные дерутся против одного вампира. А вот. Убегает. Кайрим для Норда! У тебя нет шансов! Что за... Что с собачкой? Ладно, не упогнали, но... Что это? Ладно, падает, но... Ребят, по-моему, это крайне редкая встреча. Я аж факел уронил. Где на вас нападает вампир и дозорный Стендара. Да-да-да-да-да. Как вы поняли, тут дозорные проиграли. И теперь вампир вместе со своим Треллом... Трелл ещё говорит убить, убить. На вас нападают. Слава богу, хоть Дед Мороз помогает. Убить! Уоу! Если вы болеете и подходите к дозорному Стендара, то... Какие краски? Да тебя перекосило от болезни. Дозор Стендара поможет тебе, если обещаешь никогда не служить Даэдра. Конечно, обещаю. И сам в маске Клавикуса Вайла. Пожалуйста, вылечи меня. Свет Стендара исцеляет тебя от недугов. Вуаля. Кстати, в ранних версиях Скорима я точно помню, если у тебя есть Дайдрический артефакт, то они сразу спрашивают с тебя. Или отдай, или мы тебя будем бить. Не знаю почему, это просто убрали в Спешл Эдишн. Ох уж этот вечный спор. Братья Бури или Империя. Как раз-то на ранних этапах игры у вас может быть случайная встреча с... Я иду в Винхельм, чтобы присоединиться к братьям Бури. За Ульфриком правда. Империя прогнила насквозь. Они запретили Талоса. Империя прогнила насквозь. Они запретили Талоса. Я родом из Сиродила. Но Скайрим мой дом. И я ничем не хуже любого Норда. Или похуже встреча, но только... Я направляюсь в Солитьют, чтобы вступить в Легион. Единая Империя это благо для всех. Я родился и вырос в Скайриме. Но Норды обращаются с нами как с отбросами. Я хочу справедливости. Еще бывают встречи с солдатами Империи. И если послушать, можно услышать интересные диалоги. Как тебя сюда занесло? Я здесь потому, что не могу смотреть спокойно, как люди Ульфрика раздирают страну на части. Хотя родные и не одобряют мой выбор. Как тебя занесло в Легион? Я знаю, все говорят, чтобы мир посмотреть и себя показать. Но в моем случае так и есть. Только кто же знал, что увижу столько неприятных вещей? А ты обо чем этом думаешь? Мой отец был Легионером. И его отец тоже. Я никогда и не думал заняться чем-то другим. Стрель все еще болит. Ненавижу лучников. Эй, хватит скулить. Рана от стрелы еще болит. Ненавижу лучников. Не в колени ли это рана, а? Какая же тяжелая эта имперская броня. Не так все плохо. Какая же тяжелая эта имперская броня. Это он еще тяжелый не одевал, а? Интересный факт. Если вы прошли войну за братьев Бури, то по дорогам будут случайно ходить только солдаты братья Бури. Так как тебя занесло к братьям Бури? Как-то ночью мой двоюродный брат исчез. Говорят, его забрали талмурцы. После этого куда мне было идти, как ни под знамена Ульфика? Легионеры сверкают, как свежий снег. И громыхают, как посудный шкаф. Если они заявятся сюда, мы сразу узнаем. Если легион сюда сунется, я против них даже в одиночку выйду. Империя или братья Бури? В любом случае, мне кажется, будет тоже в шестых древних свитках война. Квест война. Мне кажется, там будет более глобально. Это будет империя против Доминиона. И мне бы хотелось, чтобы был еще третий вариант. Перемирие. Ребят, не такой, как в Скайриме на пару квестов. А мы, например, проходим войну, качаем красноречие и договариваемся. И обе стороны остаются довольны. И все без войны, без жертв, без потерь, без крови. Хотели бы так? Напишите в комментарии. Самое интересное. И я припас напоследок. Ребятки, эту встречу я не видел 8 лет. Вот позавчера в первый раз. И мне кажется, многие из вас тоже ее не видели. Последнее мое видео по случайной встрече вам показывал про вервольфов. И давайте я вам напомню. Случайно вам могут попасться, например, вот, два вервольфа. В основном часто попадаются в районе Маркарта. Бывает, что вы просто-напросто видите какого-то охотника, милую девочку. И эта милая девочка превращается в что-то страшное. Это что вообще такое? Это что? Что за вервольф? А, вот. Да-да-да, вервольфа. И вот она, ребят. Та встреча, мне кажется, крайне редкая. Да, связана с вервольфами. Мы видим вервольфа. Какую-то девушку рядом. О нет! Что я наделал? О нет! Что я наделал? Это у нас крестьянка. А ну-ка. Иди сюда. И вервольф. Он нас не бьет. Он почему-то убегает просто. Он напуган. А нет, все, начал. Он тоже крестьянин. Ребят. Да, возможно, это муж и жена. Они шли вместе. Может быть, это было ночью. Вышла луна. И он превратился. И не смог себя контролировать. Как это часто бывает с вервольфами. Он убил ее. И я такой посмотрел на нее. И... Мне сразу вспомнилась парочка крестьян, которые я довольно часто встречал. Давайте я вам покажу. Вот, ребят. Смотрите. Вот парочка крестьян. Тут встречаются драконы, путник. Берегись. И... Ладно. Все случилось так быстро. Только-только дракон был тут, а потом исчез. И остались только развалины. Тоже грязное лицо. Тоже платье. Угу. Он вервольф. Интересно, как-то это можно проверить? Может, давай попробуем его ударить, и он превратится? Ха-ха-ха-ха! Лучше пойду по-добру, по-здорову. Да нет. Они просто убежали. Хотя, стоп. Может быть, он еще не заболел ликантропией? Не знаю, ребят. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы думаете, он вервольф? Или же вообще вам встречалась эта случайная встреча? Потому что мне в первый раз. Я в шоке. Ладненько, ребят. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Оставляйте мнение. Кликайте колокольчик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok